Люди сами очень часто не понимают, что с ними происходит. И тот, о ком они заботятся, а на самом деле контролируют, тоже не всегда понимает, что происходит. Вот эта история про заботу как контроль начинается, конечно, в детстве. Поэтому сегодня я хочу поговорить еще об отношениях между родителями и детьми. Когда родители контролируют своего ребенка, как бы заботясь о нем. Все это закладывается, конечно, в детстве. Ну, во-первых, детей жалко. Эту тему можно откладывать, но лучше, конечно, о ней поговорить. Поэтому мы говорим сегодня и об отношениях между мужчинами и женщинами, и об отношениях между родителями и детьми. Тема забота как попытка контролировать. И чтобы понять всю тонкость этого невротического поведения, надо немножко напрячь голову. Понятно, что такого рода контроль, как бы вытекающий из заботы, это некая манипуляция. Естественно, что тот человек, который таким образом заботится, в кавычках, он нервничает, он в себе не уверен. Он не переносит независимости своего партнера и так далее. А родители, естественно, не переносят независимости своих детей в любом возрасте. Поэтому он себя так ведет. Но внешне это может быть непонятно, поэтому и требуются некие, я бы сказал, мозговые усилия. Телефон, напомню, 363-3659, код Москвы-495, и смс 970-4545, код 985. Маша пишет. Я вышла замуж и осознала, что мой муж меня тотально контролирует, думая о тревности. Но главное, что я невольно ему подыгрываю. А, но главное, что я невольно ему подыгрываю. Например, подробно отчитываясь. Я думала после вашей программы, почему так? И поняла, меня жестко контролировал детский отец. Вот, в общем-то, и все сообщение. Ну, то есть две интересные вещи. Первая по поводу, я ему невольно подыгрываю. Надо сказать, что очень часто это пара такие, как говорят, психологи, созависимые. То есть один человек контролирует, а другой, как Маша, отчитывается. Ну, смотрите сами. Если бы другого человека это не устраивало, бы он просто не жил с первым. С этим, в кавычках, заботливым. Но эти люди оба играют в эту, так сказать, невротическую игру. То, что касается второй части Машиного послания, я поняла, меня жестко контролировал в детстве отец. Конечно, откуда-то ноги растут. Есть дети абсолютно свободолюбивые, которых никогда никто не контролировал, которым полностью доверяли. И они вряд ли согласятся на такие отношения. И если человек соглашается на такие отношения, видимо, у него это было в детстве. Для него это, к сожалению, привычно. Он мучается от этого, но для него это то, что у него уже было. Он знает это. Для него это действительно привычно. Света пишет, если чувствуешь к себе любовь, воспринимаешь как заботу. Если нет, как контроль. Вчера тоже меня спрашивали, что только психолог может определить разницу между контролем и заботой. Вот Света дает прекрасный рецепт. Если в этой заботе вы не чувствуете любви, то это контроль. Ну, давайте разберем классический пример. Я предлагаю пример, скажем, про детей. Мама отпускает сына лет 15, например, гулять. И говорит, сынок, приходи в 9. Он говорит, можно в 11? Она говорит, нет, в 9. Говорит, можно хотя бы в 10.30? Она говорит, нет, в 9. Ну, хотя бы в 10. Нет, в 9. Значит, время 9 часов, полдесятого, 10. Мама звонит и говорит. Так, мне плохо, у меня сердечный приступ. Я сейчас вызываю скорую. Ты где? Вопрос. Она что, демонстрирует свою любовь к сыну таким образом? Не уверен. Зато она демонстрирует манипуляцию, целью которой заставить сына подчиниться и вернуться путем угроз, ну, так сказать, собственного здоровья. Вот такой критерий очень понятный. Возьмем следующую ситуацию. Сегодня я хочу, чтобы мы действительно о детях тоже поговорили. Поэтому опять возьму детский пример. Родители ближе к 10 или 11 классу, обычно даже к 9, решают, где сына учиться. Сын говорит, ну, а я бы хотел... Отец говорит, не-не-не, ты бы хотел, это ты потом захочешь. А пока давай мы сюда пойдем. Почему? Ты знаешь, потому что это профессия, это возможность поступить, там связи есть, я могу репетиторов оттуда взять. Или ты в армию не пойдешь и так далее. Ну, просто вот нереальная забота. Родители просто в лепешку расшибаются. На самом деле, первое, что они делают, они полностью игнорируют интересы самого ребенка. Им не интересно, что хочет он. Второе, они ему не доверяют и они его не уважают. В каком смысле? Он не поступит. Он не понимает, что он хочет. И это у него такое детское. Потом пройдет. А мы знаем, что мы хотим. И мы знаем, как ему лучше. То есть ребенок становится некой... Он становится, он уже есть, продолжает быть, будучи уже взрослым и сознательным, неким продолжением, что ли, амбиции родительских. Здесь игнорируется полностью интересы ребенка. Вот опять обращаясь к Светиному посланию, если чувствуешь любовь, то это забота, если нет, то контроль. И, конечно, это абсолютный контроль. Это желание вообще уже всю жизнь подчинить ребенка себе. Потому что что такое поступить куда-то, куда хочет мама с папой. Это пять лет отучиться. А потом еще лет до 65 работать. По какой-то странной логике родители хотят, чтобы это было именно так, как они это видят. И хотят. Это абсолютный контроль. И ноль всякой любви. Любовью там не пахнет. Арина, Москва, добрый вечер, пишет Арина. Была замужем, муж мне изменял. Но я осталась... А, это я уже вчера читал. С ним жить, но доверие ушло из наших отношений, поэтому стал его контролировать. Да, логика, конечно, неубиваемая. Я, пишет Светлану, думаю, что, притворяясь слабыми и беспомощными, женщины часто стремятся контролировать мужчину. Ну вот, по принципу, как мама сына. Слабый и беспомощный. Уже скорый на подходе, если сейчас домой не придешь. Со стороны супруги постоянный контроль. На меня это совсем не беспокоит. Пишет нам Николай. Браку 12 лет. Светлана, пишет. Прожили с мужем 30 лет. Последние лет 7 с его стороны был тотальный контроль. Дошло до того, что в ущерб своей работе он отвозил меня и встречал с работы. С поминутным отчетом. Закончилось тем, что год назад сам умудрился завести любовницу. До сих пор не может понять, почему я его выгнула. Наташа. Меня вдруг забеспокоила тема с детьми. Вот твоя ситуация, которую ты описал, когда мама пытается договориться с сыном насчет времени прихода, а потом начинает говорить, что ей там плохо или что-то еще. Я согласна, что это не выход вообще манипулировать здоровьем. Но тем не менее, я вот хотела бы от тебя услышать, а как надо маме поступить, когда она все-таки навязывается на приход в 9? И пока он несовершеннолетний, я считаю, что она имеет право это делать. Потому что, в общем, не надо столь поздно находиться на улице или где-то еще. Потом ребенку вставать в школу. Ну, в общем, есть свои причины, чтобы каким-то образом ограничивать свободу. Что ей нужно сказать своему ребенку, когда он не пришел ни в 9, ни в 10? Я понимаю. Для того, чтобы это произошло, ну, один раз да, это со всеми бывает. Если это система, то мы говорим уже о том, что у них, к сожалению, уже такие плохие отношения. Что мама уже потеряла над ним контроль к его, скажем, 15-16 годам. Все, что мы обсуждаем, это следствие того, что у мамы с ребенком просто фиговые отношения уже. И то, что ребенок так себя ведет, это и протест против маминого контроля. Притом не этого контроля, а вот всех этих 16 лет. И попытка самоутвердиться, и быть самостоятельным. Почему? Потому что если у мамы изначально доверительные отношения, то даже когда ребенку 3 года, 4 года, 5 лет, это чувствуется. Как она себя с ним ведет, как она дает возможность ему самому все попробовать, все потрогать. Она его поддерживает, она ему помогает. Он что-то берется делать, она рядом с ним находится и говорит, давай, сынок, давай, у тебя получится. Когда он приходит в школу, она не трогает его уроки, она не трогает его в портфеле дневник, она не бегает 10 раз в школу выяснять, что он там прогулял или нет. Она его уважает, и она ему доверяет. И учится он, просто потому что он вот так воспитан, и у него есть такое абсолютно независимое самостоятельное мышление. Как человек, который работал в школе 10 лет, могу сказать, что есть такие дети, есть такие семьи. Я не закончил. И когда ребенок достигает возраста 15-16 лет, у них настолько близкие отношения с мамой, вообще с родителями, да, и они настолько уважают друг друга и берегут, что такого дерьма у них просто не случается. Ну, он может один раз опоздать, дети есть дети. Но чтобы каждый раз ко мне же приходит мама и говорят, он просто надо мной издевается. Я вообще-то не вылезаю из валидола, я вообще не могу понять, он со мной не разговаривает, приходит под утро, от него пахнет то сигаретами, то вино. Вот это все, вот это, это все следствие. Понимаешь, поэтому нельзя рассматривать кусок в 16 лет. Надо, чтобы у этого куска была предыстория. Давай я тебе приведу еще один пример. Давай. Он как раз вписывается под твое описание прихода не в 9, а в 11 или в 12. Допустим, ребенок пришел в 11 часов, но на 2 часа позже, чем мама его просила. Они разговаривают совершенно спокойно, мама ничем ему не угрожает, говорит, ну просто вот не надо больше так делать. Он говорит, окей, больше я не буду, я все равно до отрываю. Я опять приходит в 11. На следующий день он делает ровно то же самое. Ну что мама, опять спокойно ему говорит, ну из твоего прихода я делаю такой вывод, что твоя девушка и твои собственные амбиции гораздо дороже, чем мои нервы. Да, это правда. Это манипуляция или что? Ты знаешь... Ведь это тоже своего рода отсылок к здоровью и к каким-то проблемам? Нет, а мама правду говорит, для обоих неприятную. Для него девушка дороже, чем мать, это правда. Но мать же не спрашивает, почему так произошло, что, как у нас говорят, за первой юбкой побежал и забыл про родную мать. Что у них вдруг? Так все замечательно было, и вдруг парня буквально переклинило. Притом он понимает, что мать волнуется, но ему плевать. Наташа, еще раз, это не бывает в 16 лет вдруг. Для этого надо было в 16 лет специальным образом воспитывать ребенка, иметь с ним специальные отношения. Я задаю тебе сейчас вопрос о том, что слова мамы, когда она идет вот к этому отцу, это не манипуляция. Ты знаешь, как манипуляция? Конечно, мама пытается у ребенка спровоцировать чувство вины, что мамочка, ну что ты, я люблю тебя. Но, помимо этого, если мать вообще сталкивается с такой ситуацией, что ее просто тупо применяли на какую-то девчонку, то я понимаю, что это неприятно. Это можно еще и на возраст пихнуть, что, ну да, у нее там гормоны играют, но честно говоря, когда у ребенка с мамой изначально близкие доверительные отношения, это может произойти случайно. Это не может быть системой. Ты говоришь, на следующий день он сделал так же. Нормальные отношения не позволяют на следующий день сделать так же. Тут мне приходит у голову следующее развитие событий, что потом этот ребенок вырастает в дяденьку, эта дяденька женится. И? И возникает такая же ситуация. С женой? Да. Ну, может, да, может. Не у него с женой, а между женой и мамой. Когда мама... А, в смысле, что он меняет уже... Ты знаешь, это как надо мать-то не любить, чтобы прямо со школы начинать менять ее на своих женщин. Девушек, потом женщин. Нет, я вот просто сейчас пытаюсь это со стороны мамы оценить. Вернее, со стороны ребенка, как это выглядит. Наташа, есть одна с мамами проблема серьезная, равно как и с папами. Особенно в России подавляющее большинство родителей отказываются от всякой критики в свой адрес. К сожалению, я как человек, который с этим сталкиваюсь ежедневно, и ко мне часто приходит именно в таком составе. Мама с сыном, с дочкой, или оба родителя с ребенком. И родители... Ребенку, ну, объяснить и ему самому осознать меру своей ответственности бывает легче. А родители, чтобы они признали, что они что-то не так делали? Нет. Вот, ну, классические истории. Несчастные там уже подростки, конечно. Вот у них всякие депрессии юношеские. Приходят с мамой. Начинаем разговаривать. Когда я его родила... Как говорил Райкин, время было жутчайшее. Извините, но рыба в каме водилась. Когда я его родила, было очень трудно. Поэтому уже в возрасте семи месяцев или года он уже съехал к бабушке в город Крыжополь. Но я обязательно его навещала. Я вот и как отпуск у меня или праздник, я обязательно к нему приезжала. Ну и что дальше-то ждать, Наташа? Он что будет? Из дома не выходить, чтобы мать не волновалась? Вообще плевать. На мать ровно так, как ей плевать на него. Но когда ты с ними разговариваешь, то мама отказывается принимать эту проблему. Она пытается объяснить, ну да, такое время было. Это тупой разговор. А зачем рожали? Да, ну это такой, знаешь, бессмысленный абсолютно разговор. Проблема не в этом. Взрослые очень тяжело признают, когда они неправы. Ребенку в такой ситуации гораздо проще помочь ему осознать, что он там плохо с матерью поступает, что им движет обида, что все его вот эти манипуляции с опаздыванием, с неприходом, с пропаданием, с неотвечанием на телефон имеют одну цель. Заставить мать не то, что даже страдать, а проявлять свои чувства. Так как он был лишён их в детстве, то вот это вот желание, чтобы мать постоянно доказывала, что он ей нужен, да, а для этого надо как бы издеваться над ней, в его понимании, это неосознанно, он ненарочно это делает. Он в тот момент, когда ты сказала про девушку, он реально забывает. Он не пытается нагадить маме, как некоторые могут подумать. Он в этот момент вообще об этом не думает. Но подсознательно для этого есть психологи. У него есть цель. Заставить мать хоть какие-то эмоции выдавать. И когда мать кричит про валидолы скорую, для него это проявление её любви. Когда он это слышит, она считает, что он над ней издевается. А он считает, что мать хоть как-то проявляет свои чувства. Потому что когда ему было 3 года, она никак не проявляла, вообще в другом городе жила. Я понятно объясняю? Очень. Поехали дальше. Но за вопросы спасибо. Умей, что умный вопрос задать. Михаил, как может помочь человек, страдающий, в кавычках, потребностей контролировать других, сам себе, помимо помощи психолога? Правда, речь идет о родительском контроле взрослых детей. Анита и Екатеринбург. Анита, ну вот то, что вы осознаете, вы уже себе помогаете. Вообще, так как контролем грешат люди в себе неуверенные, и одна из главных причин для контроля, их, собственно, две причины, как и многих наших болезней, это неуверенность и страх. Вот представьте себе, как бы повел себя человек уверенно. Вот мы сейчас с Наташей разговаривали про эту такую уже избитую историю, которой страдают миллионы семей, там, про маму с сыном и поздние приходы. Вот если бы мама сказала себе, а вот если бы я была уверенным и сильным человеком, как бы я поступила? Я что, скорую бы начала вызывать? Я пыталась бы ребенка шантажировать? Так что бы другое уже придумала? Гениальное совершенно послание от Людмилы, которое, я сейчас прочитаю, многое вам прояснит. Людмила пишет, мне не нравится увлечение моего мужа, который я не разделяю. Будь то каббала или китайская йога, все вызывает во мне страх и неприятие, и мы ссоримся. Это глупо, но ведь я его люблю. Людмила, вы любите как невротик. То есть вот в каком-то идеальном понимании любви, когда это радостное и светлое чувство, у вас не получается. Почему вам не нравится увлечение? Потому что вы пишете, они вызывают страх и неприятие. Но неприятие понятно, потому что муж из-под контроля выходит. Вы не понимаете, что в его жизни происходит, ни про каббалу, ни про китайскую йогу. Первый раз слышу, что есть китайская йога. Но тем не менее, это как бы вас нервирует. Он вам не подчиняется, вы его не контролируете. Это чисто психологически. Потому что он занимается чем-то, что вы не знаете, не понимаете. И, собственно, вот это вот и вызывает эти чувства. Я сейчас отвечу Инне Александровне и вернусь к вам. Инна Александровна, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы знаете, у меня как раз по контролю, но у меня ребенок, мой сын, уже совершенно взрослый. Он сам имеет уже взрослую, замужнюю дочь. Так. А я уже пожилой, естественный человек. И сын, в общем-то, воспитывался в нормальной, интеллигентной такой атмосфере. Нормальные, отличные отношения между родителями были. Так что примеры ему были всегда замечательные. И компании у него были замечательные. Женился. Долго жили они, мучились. Что-то у них плохие были отношения. В конце концов, разошлись. Дочку страшно любит. Теперь стал болеть. Сердце плохое. Теперь встречается уже не первый раз с разными женщинами. И ровесница его дочери сейчас. Периферийная, деревенская женщина совершенно по статусу ему не подходит. Ну вот, у меня идет война с ним. И за здоровье. Не хочет даже читать медицинскую литературу. А уже сердце такое, что стенты ставят без конца. И женщина, которая, в общем, его сворачивает, так сказать. И вот идет... У нас отношения совершенно стали такие ужасные, что я просто себя загнала. Загнала. Я уже год плачу, не сплю. И просто места себе не нахожу, куда мне деваться. Елена Александровна, А вам что важнее? Отношение с сыном или то, с какой женщиной он будет встречаться? Нет, мне здоровье, конечно, прежде всего. Еще раз я задам свой вопрос. Да, мне же его здоровье. Еще раз задам третий раз свой вопрос. Я ведь по здоровью вообще не спросил. Я спросил вам, что важнее, отношение с сыном или с кем он будет встречаться? Отношения? Нет. Мне важно его здоровье. Я вас понял. Он еще не заинтересован с ним общаться. Ну, общаться мы будем. Если он будет здоровый, я буду терпеть любую женщину. Еще раз. Если он будет делать то, что вы говорите, вы с ним будете общаться. Вы себя слышите? Я слышу, но мне как-то мы друг друга не хотим понять. Так и мы с вами не очень хотим друг друга понять. Да. Еще раз, уже в пятый, задаю вам вопрос. Подумайте хорошенько, прежде чем ответить. Вы из-за чего страдаете? Из-за стендов или из-за того, что у вас с ним война? Ну, война-то идет. По двум причинам. Война почему идет? А вы не принимаете ни его, ни его образ жизни, ни его отношения к здоровью, ни его отношения к женщине? Совершенно точно. Я его совершенно не понимаю. Не принимаете? Как взрослый совершенно человек, разумный, образованный и прочее, как может он не читать медицинскую литературу и считаться своим здоровьем? Александр, во-первых, я вам страшно благодарен за ваш звонок. Вот такого звонка я ждал. Такой звонок прояснит вот эту историю, которую мы сейчас обсуждаем. Ну, я не знаю, там, миллионы нас слушают или тысячи, но те, кто слушает, я думаю, для них это будет очень важно. Вот вы мне сейчас позвонили. Вот так же мама приходит ко мне в консультацию ровно с такой проблемой. Вы даже понимаете, насколько серьезная проблема, что я четыре раза задаю один и тот же вопрос, вы четыре раза не можете просто даже понять сам вопрос. Но в конце концов, мы, вроде бы, понимаем уже на пятый раз, вы говорите, а я буду с ним общаться, если он будет делать то, что я говорю. А я же говорю в его благо, я же хочу, чтобы он читал медицинскую литературу, чтобы он ходил по врачам. И вроде бы, получается, вы о нем заботитесь. Но дело дошло до того, что начали вы, кстати, не с сердца и не с кардиологии, а начали вы, что он с деревенской девушкой, которая, значит, ему не по статусу. То есть, вот это, при этом вы говорите, что у нас всегда все было хорошо, во что я вообще не могу поверить просто ни разу. К сожалению, Инна Александровна, проблема заключается в том, что вы не можете смириться с тем, что ваш сын – это взрослый человек, у которого своя жизнь. Он реально хочет – пойдет к врачу, не хочет – не пойдет. Вы на это повлиять не можете. Хочет с деревенскими общаться – будет с деревенскими. Хочет с городскими – будет с городскими. В его понимании вы вообще не любите, потому что вы его не принимаете таким, какой он есть. Со стентами, с нежеланием читать медицинскую литературу и с деревенскими подругами. И что сын думает об этом? Что мать просто общаться с ним вообще не хочет. Зато она хочет его контролировать и хочет выставлять такие требования, что я с тобой буду общаться, если ты будешь делать то, что я от тебя требую. Здорово. Я вас поздравляю, Инна Александровна. Если вы сами уже устали воевать, то я вам очень советую расслабиться, признать и стенты, и нежелание читать медицинскую литературу, и нежелание ходить к врачу, и, самое главное, его деревенскую подругу. И, может быть, тогда, на старости лет, вы в каком-то мере и согласии проживете со своим сыном. Если нет, воюйте дальше. Это, кстати, ваше право. Вот я, сидящий здесь, тоже не пытаюсь контролировать вашу жизнь, хотя вы сами звоните и рассказываете о проблеме. Я считаю, что это вообще ваше дело. Может быть, вам война милее, может быть, вы привыкли воевать. И это создает у вас какое-то ощущение эмоциональной наполненности жизни. Чувство обиды некоторых просто так питает, что можно десятилетиями на обиде продержаться. Решайте, Александр, это ваше дело и ваша жизнь. Так что принимайте решение самостоятельно. Инна, добрый вечер. Да, добрый вечер. Вы знаете, мне кажется, это все-таки по теме, да, вот контроль, вы говорили родители, да, да, у меня дети младшие заканчивают второй, третий класс, и у нас проблемы с выполнением домашних заданий. Мне нравится слово, выражение у нас, проблема, вы с ними вместе учились? Ну, вообще-то да, мы с ними вместе учимся, потому что я у них и мама, я у них еще учитель в школе. вот это, вот это везуха. Да, вот, и вы знаете, что я просто думаю иногда, ну, не хотят сами, то есть приходится их все время вот подгонять, делать уроки, сами не хотят. А именно у них учительница? Я у них учительница, да, в одном классе классный руководитель, а во втором я веду русский язык. Я вас не поздравляю с удачным выбором, но я хочу сказать вот что. У вас очень непростая ситуация, очень непростая. Все, что в этой ситуации можете делать, это вообще снять любой контроль и, ну, вот как, даже не то, что как с другими учениками, а еще меньше. Дети, вы можете объяснить, дети, вообще ваша проблема, можете вообще не учиться. Вы будете получать двойки, то, что я мама, вообще никак не повлияет в том смысле, что я не буду вас там специально опекать, да, или из-за того, что мы родственники, я буду вам там натягивать оценки. Двойки ставить, двойки ставить, как с тем учениками. Абсолютно. Ну, я в принципе так и делаю, да. Инна, ну, вы сейчас работаете в школе, я в школе работал 20 лет назад. Что я вам хочу сказать? И, кстати, в начальной тоже работал. Это их дело. И если это не будет их дело во втором и в третьем классе, то уже никогда не будет их дело. Понимаете? Они будут инфантильные, они не будут, знаете, сколько приходит ко мне людей, которые, а что вы хотели в десятом классе, где учиться, я не знаю. А интересы, а у меня нет интересов. Понимаете? Это же все вот здесь формируется. в начальной школе. Ну, то есть, я вот как раз хочу задать вопрос, что если я вообще не буду их контролировать с уроками, почему такой эксперимент может привести? То есть, вы хотите сказать... Это не эксперимент. Стоп, Инна. Это для вас эксперимент, а для всего мира это реальность. Для меня это эксперимент. А для всего мира это реальность. Никто нигде не делает с детьми домашние задания. Максимум, что можно себе позволить, если у ребенка проблемы он не понимает, там, пара минут, сказать, так, это вот, что ты не понимаешь, давай, еще раз. Притом, чтобы он сам. Как только вы чувствуете, что он садится, говоря по-русски, на шее, пытаясь вашими руками сделать свою домашнюю работу, до свидания. Это максимум. Проблема в том, что они вообще просто не хотят садиться за уроки, пока я их не подгоню. Нет. Они не хотят садиться потому, что вы их подгоняете, а не до тех пор, когда. Рассказываю коротко, Инна. Значит, смотрите. То, что происходит дома, это одна история. То, что происходит в школе, это другая история. В школе есть групповые коллективные механизмы психологические. Ребенок не хочет быть отстающим, не хочет быть лузером, не хочет, чтобы над ним смеялись, не хочет быть двоечниками, не хочет на второй год. И вот эти механизмы заставляют его что-то делать. Но в вашей ситуации, когда мама учительница, естественно, ребенок тут же снимает с себя ответственность, так как вы ее с легкостью развалили на себя. И как бы они понимают оба, что это вообще не их проблема, это проблема мамы. Они могут ничего не делать. Мама придет, мама будет разруливать. Она будет с нами делать уроки, заставляет нас и так далее. Поэтому они с себя снимают вообще всякую ответственность за свою собственную учебу. Теперь придется исправлять, слава богу, это не восьмой класс, а второй и третий. Они не настолько еще погрязли в этом инфантилизме. Опять, да, внешне это забота. Я хочу, чтобы там мои дети хорошо учились в школе. На самом деле, это не забота, а это попытка каким-то образом контролировать их учебу для того, чтобы, может быть, ваши дети в глазах остального педагогического коллектива не выглядели отстающими, и это не роняло бы там на вас какую-то тень. Я не знаю, в чем причина. Вам видней. Я просто хочу сказать, если вы отпустите ситуацию, то первое время дети, конечно, просядут, так как они сами не привыкли регулировать, когда они уроки делают, и вообще каких-то самостоятельностей у них еще, так сказать, нету, и она еще не развита, плюс еще второй и третий класс. Но со временем они адаптируются, пока, слава богу, начальная школа, и начнут как-то учиться сами. Я не знаю, как, как-то, подчеркиваю, ни на пятерке, ни на двойке, мы с вами оба не понимаем, что из этого будет. Но это их жизнь, и это их способность учиться, и не более, и не менее. Но если вы в процесс не вмешиваетесь, это действительно их. Если вы вмешиваетесь, вы опять сливаетесь в эту историю, когда за школу отвечает мама, а они, в общем-то, что называется, ну, просто вот там подчиняются, пока еще маленькие, не более того. Я хочу к Людмиле вернуться. Мне не нравится увлечение мужа, напоминаю, которые я не разделяю, будь то каббала и китайская йога, все это вызывает страх, неприятие, мы ссоримся, глупо, но ведь я его люблю. Я уже сказал, Людмила, что в идеале некое должно быть радостное и светлое чувство. Если муж занимается, но флаком и в руки, у него должна быть своя отдельная от вас жизнь. Но вас это нервирует. Скорее всего, вы в себе не уверены, и вообще боитесь, что муж, ну, просто, не знаю, уйти может. Как ни странно, да, какая связь между китайской йогой и разводом, например. В подсознании вы этого боитесь. Какая вам разница, чем занимается ваш муж? Это как-то на вас, что ли, влияет. Он что, собирает этих занятий йоги и кабалы у вас дома? Ну, что это, по ночам происходит? Или это какие-то его любовницы занимаются с ним китайской йогой? Говорит, бред. На самом деле, вы просто боитесь независимости вашего мужа. Это вас нервирует, потому что вы в себе не уверены. Вот реальная причина. Екатерина очень мудро замечает. Она пишет, наверное, это неуверенность в себе с обеих сторон. Если контролируемый не находит способа или сил избавиться от контроля. Да, некоторые подыгрывают, отчитываются, например, где они были, что они поели, с кем они встречались, кто им звонил. Тоже провокации на самом деле. Это проблема... Ну, во-первых, люди без проблем и уверенные вообще не встретятся. То есть, не может свободный человек встретиться с контролируемым. Но они даже если встретятся, они тут же разбегутся, потому что это никого не устраивает. Контролирующего не устраивает, что другой свободный, а свободного, естественно, не устраивающего контролирует. Вы, Екатерина, очень мудро заметили. Это невроз с обоих сторон. Андрей Спитер, спрашивает. Михаил, скажите, если человек обижается, если его не контролирует, если не слишком подробно, не ежедневно интересуется, интересуется ее новостями, мотивирует и тем, что, мол, захочет, сама расскажет. Как в такой ситуации быть? Вы знаете, мне кажется, не надо подстраиваться, надо оставаться самим собой. Если вы вообще не интересуетесь, я не знаю, вы про жену или про подругу спрашиваете, ее женю, это она и стоит. Может, вам, как человек, вообще не... Если вы интересуетесь, но считаете, что она чрезмерно требует как бы к себе внимания, ведь об этом речь идет, то вы можете это объяснить. Если это вообще не ваше, значит, это не ваше. Значит, вы не будете подробно что-либо его спрашивать. Ну и объясните, что вы такой человек, что называется, ничего личного. Саша спрашивает, когда родители запрещают смотреть эротику и порно? Это контроль? И почему и до какого возраста несовершеннолетия нельзя смотреть эра и порно? Если позволите, когда и как детям лучше рассказать, откуда берутся дети? Ну, на второй вопрос мы тут завязнем отвечать. А то, что касается контроля, естественно, это необходимый контроль. И многие родители даже настраивают интернет специальным образом, чтобы там не нужно, не попадало. Но это, так сказать, до поры до времени. Начиная с пубертатного периода, дети и без вас найдут себе эротику и порно, и ничего с этим не поделаешь. Это тоже надо принять. Что дети повзрослели, у них интерес, у них пубертат начался. Это нормально. Мои родители очень любили меня, и их забота часто переходила в контроль. Что и сейчас имеет место? Хотят знать, где я, с кем, когда точно буду дома. Теперь вот понимаю, что это одна из причин моей несамостоятельности и неуверенности. Вы, к сожалению, друг мой, ни имени написали, ни сколько вам лет, поэтому я даже не знаю, вам если 6 лет, так это одна история, если 40, это другая история, но вы не пишете. Так, друзья мои, я пропускаю. Сообщение не подписано, я всегда об этом предупреждаю. Надо подписываться. Саша пишет. Мама ругала, когда я поздно возвращался, и не звонил, предупредить даже в институте, бегала меня, искала в институт, обзвонила друзей. Это нормально? Нет. Мама ваша, Саша, женщина тревожная, и так она реализовывала свою тревогу, пытаясь вас калилировать. Говоря по-русски, тревожность ее заключается в том, что когда она не знает, где вы находитесь, она начинает беспокоиться. Это может быть все что угодно. Страх смерти, страх болезни, не знаю что. И для этого есть психологи, и психотерапевты, врачи, и с ними, собственно, и надо разговаривать. Но обычно это так. Кстати, те люди, страдающие сердечными заболеваниями, они невротики, за исключением тех людей, у которых функциональные там вражденные нарушения типа недостаточности метрального клапана или шумыть в этом духе. Все остальные получают кардиологические проблемы исключительно на нервной почве. Ирина тоже самое пишет. Я очень переживаю за своих близких. Хочу всегда знать, где они находятся. Если не берут телефон, сразу в голову лезут дурные мысли. Ирина, вам надо не так эту проблему решать, а разобраться со своим неврозом, со своей тревогой и страхами. Вот так надо решать проблему. А то, что вы все время будете знать, где они находятся, во-первых, это практически невозможно. во-вторых, вы их тоже нервируете своим поведением. Конечно, это никакая не забота. Это забота о себе, который тоже так, счита забота, внять свое состояние нервное. Так, дальше опять не подписано. Аня пишет, все-таки забота может быть просто заботой, а не контролем. Например, я звоню сыну ночью, если его нет дома, чтобы хотя бы узнать, жив ли он, и спросить, придет ли он домой или нет. Но это не забота, Аня, это все-таки контроль. Ну, как контроль? Вы беспокоитесь, это естественно, вы ему звоните и узнаете. Я опять не знаю, сколько лет вашему сыну. Если это ребенок, то это дикость, что он ночью дома не бывает. Если ему 30 лет, то вообще странно, что вы вместе живете. Но вы не пишете, сколько ему лет, поэтому приходится мне гадать. Екатерина пишет, а еще может быть перенос на отношения привычных в обществе патерналистских стереотипов господства и подчинения. О, как наворочено. Ну-ка, я еще раз прочитаю эту фразу. А еще это может быть перенос на отношения привычных в обществе патерналистских стереотипов господства и подчинения. На этом держится, пронизывая все общество, тирания. С уважением, Екатерина. Круто вы загнули, Екатерина. Значит, тирания в обществе держится на обществе, не на тирании. Когда, например, вот идет история, скажем, я просто пример вам могу привести. С той же Астрахани, если мы про политику сейчас говорим. Даже когда в Москве выходит 50 или 20 тысяч людей на митинги, все должны понимать, что народ на митинги не выходит. Это народу реально все равно. Потому что, ну, есть другие страны с другими цифрами. В Каире вышло полмиллиона, да? Ну, можно понять. Поэтому все там режимы или какие-то, как вы считаете, тирании. У нас еще далеко до тирании, у нас нет никакой тирании. Тем не менее, какие-то тоталитарные уже вещи, конечно, проявляются. Они исключительно существуют за счет согласия народа. Это единственная причина. Другой нету. Я вам больше того скажу. Честно говоря, и при Сталине могло и не быть Сталина. Если бы народ захотел бы, а он просто не хотел. Не хотел бы, но свои соображения. В общем, Сталина многие принимали. Если бы хотели бы, убрали бы за пять минут. Но не хотели. Ну, что с этим поделаешь? Тоже надо принимать свой народ таким, какой он есть. Если он хочет так жить, значит, это его право выбора. Не надо с ним бороться или кто-то, говорит, просвещай, что он что-то не понимает. Все он понимает, значит, его все устраивает. Михаил, вы рассматриваете. Вы знаете какие-то патологические примеры, но вы понимаете, что мать реально волнуется, ожидает своих взрослых детей поздно и так далее, и не дописано. Ну, понимаю, у самого дети. Надо как-то и с собой распираться, друзья мои. И вы не можете все объяснять тем, что вот, ну как, а что мне делать? Да, я в таком положении, я прямо не справляюсь. Дайте честно скажу. Проблема здесь заключается в том, что человек взрослый не справляется со своими эмоциями. И не справляясь, он начинает делать вот такие вещи, названивать, угрожать. Отцы в основном угрожают расправой, матери угрожает скорой помощи и больным сердцем. Ну, причина одна. Ни те, ни другие не могут сконтролировать свои эмоции, свои страхи и так далее. Очень проблема. Ну и плюс, конечно, чтобы подросток так вот себя вел, ночью не приходил, забывал матери звонить. Надо понимать, что уже отношения-то уже испорчены к этому моменту. Потому что я совершенно не верю в историю о том, что был такой замечательный парень, такая дочь прекрасная, такие были близкие отношения, и вдруг прямо подменили, да? Вдруг стал себя так вести. Так не бывает. Михаил, если у меня с сыном доверительные и интересные разговоры в его хорошем настроении, а в другом настроении он хамит, то что? Мне потом не болтать с ним весело, когда ему захочется отшить его так же, как он делает в плохом настроении, ведь мы оба в таком случае пострадаем и лишимся хороших моментов в жизни. Аня, сложный вопрос. Я опять не знаю, сколько лет вашему сыну. Друзья мои, хоть пишите, а то непонятно о ком. Может быть, Аня 70 лет, а сыну 45. Или, может быть, Аня 35, а сыну 8. Я же не знаю. Если у вашего ребенка смена настроений, то у него проблема какая-то психологическая. Может, депрессия, может, циклотемия юношеская. Трудно сказать. Это с одной стороны. С другой стороны, как бы любой ценой общаться, когда тебе хамят, все равно глотать это и ждать, когда будет хорошее настроение, чтобы потом нормально разговаривать, тоже спорная идея. Надо понимать, позвонить и давайте поговорим, в чем проблема. Меня мама воспитывала в религиозных традициях. В итоге мне пришлось расстаться с моими первыми девушками, когда дело уже доходило до секса, которого я избегал, дабы не грешить. В итоге я терял их, впадал в депрессию, вроде вылечился, но мне уже 26 лет. Девушки как не было, так и нет. Что мне делать? Это результат влияния религии и материнского контроля, спрашивает Олег. Не знаю, Олег, может быть, это влияние... Ну, не знаю, насчет религии. Дело в том, что верующие граждане, ну, то есть они как бы сами люди светские, да, но они верующие при этом, они нормально занимаются сексом до брака, и проблемы это не считают. Даже в таких тотально верующих государствах, как, например, Италия или Польша. Поэтому здесь есть и психологические особенности, и мамина, видимо, участие, мама тоже руку приложила, трудно сказать. Вы пишете, впал в депрессию и вылечился, значит, уже была какая-то уже клиническая проблема. Не знаю, может, вам к психологу идти и решать эту проблему. Хороший вопрос, что в такой ситуации поздних приходов делать самому ребенку? Дорогие дети, не издевайтесь над своими родителями. Я понимаю, есть борьба определенная. Во многом вот эти поздние приходы, это попытка взрослеющего ребенка доказать в семье, что он крутой, что он независимый, что он уже большой и будет делать по-своему. Все понятно. Позвонить-то можно? Приходите позже, если прямо вы не можете прийти вовремя. Только позвоните. Мой сын восьми лет провоцирует меня на проявление чувств именно так, как вы описали. Ошибки свои признаю, уделял ему мало внимания. Можно ли восстановить доверительные отношения, спрашивает Ирина. Одним способом, Ирина. Первое. Принимать ребенка таким, какой он есть. Плохо учится, хорошо учится, слушается, не слушается. Принимать просто так, безусловно. Не ставить ему никаких условий. Типа сделаешь, будешь хорошим мальчиком. Это исключено. И второе. Общайтесь с ним, проявляйте свои чувства. Чувства, собственно, проявляются во внимании в основном. Эдуард, сын, у 10 лет жена тотально контролирует его. Он за нас занимается только его делами. За это у нас конфликт. Прогноз. Ну, какой прогноз? Плохой прогноз. Прогноза, в принципе, два. Или она его подавит, и он будет инфантильный, неинициативный, нерешительный, без интересов, без какого-то своего мнения и так далее. Либо он будет сопротивляться, и тогда он будет, может быть, и конфликтный, к сожалению. Вам надо с женой договариваться, потому что жена, видимо, не знаю, может, она у вас не работает, или она решила реализоваться за счет ребенка. Притом, чем сыну больше лет, тем хуже ситуация. Вот хорошо, Светлана меня спрашивает. Вот интересно, как бы Светлана сама на этот вопрос ответила. Нет близости. Какая может быть причина? Спасибо, Светлана. Светлана, вы сами вот подумайте, что я могу на это ответить. Я же не знаю, почему у вас близости нет. Алиса. Чтобы доказать себе, что они заботятся, участвуют, начинают контролировать, на самом деле не о чем говорить, не умеют, лень, запущен контакт. Ну, так поучиться надо, почитать, трудно, только начать зацепиться, зато все изменится. Кстати, да, Алиса во многом права. Это якобы забота, к сожалению, и контроль связаны с тем, что многим действительно уже не о чем говорить со своими детьми или с супругами. Алла, добрый вечер. Добрый вечер. Михаил Ильич, кажется, упущено более нужное, что ли, слово, чем контроль. Это слово знание. Если мы в семье можем контроль какой угодно налаживать, без знания, добровольного знания, то есть без такого порядка. Какое, что вы имеете в виду, какого знания? То есть то, что мы должны каким-то образом при помощи контроля добывать знания. Это как? В семье должна быть такая заведена, ну, то есть уклад такой семейный. Алла, я пока вас, честно, не очень понимаю. Те проблемы, какие есть в семье, о них должна знать вся семья, родители, о детях. Ну да, да, конечно. То есть, если этого нет, то контроль превращается в грубую слежку, что вызывает, конечно, ответственные эмоции у всех сторон. Вот насчет знать я хочу сказать. К сожалению, у нас очень низкая психологическая культура. То, что я говорю, на самом деле не то, что прямо уже приписные истины, да, но согласитесь, я хоть и пугал в начале программы, что будет сложно, не так это все на самом деле и сложно. Но вот с психологией у нас просто беда, и какие-то вещи мы реально не понимаем, просто не понимаем. И, конечно, знания нужны, и человек должен понимать, что с ним происходит, он должен уметь оценивать, почему он это делает, что им движет. И даже какие-то бессознательные процессы он в состоянии хотя бы понимать, что у него есть какая-то проблема, и поэтому он себя ведет каким-то определенным образом. У нас с этим действительно беда. Очень низкая психологическая культура, поэтому мало что понимаемое про себя. Надя пишет, но совсем тяжелые вещи. Моя подруга хотела довезти своего сына до идеала, он застрелился в 32 года. Катя, мама пытается меня контролировать, хотя мне 28, я стала что-то решать сама лишь недавно. Например, на выпускной вечер после школы мама сама купила мне платье и туфли, и просто понесла мне их. Мне тогда и в голову не приходило, что я могу сама выбирать. Вопрос, как из этого ползать. Очень не хватает решительности и действий. Извините, раз вы про платье спросили, я сейчас вспомнил, была у меня такая история. Ой, Катя, извините, я сейчас Арсену из Махачкалы отвечу, а потом к вам вернусь. Здрасте, Арсен. Доброй ночи. Я слушаю вас. Проблема заключается в моих взаимоотношениях с родителями. Сколько вам лет? 23 года. И что за проблема? Ну, конечно, я не придавал этому значения. Я думал, ну, контроль, контроль. А вот сейчас послушал вашу передачу, и на самом деле, вот, поступление в ВУЗ или взаимоотношения... А вы один живете или с родителями? С родителями. Ну, слушайте, вам 23 года живете с родителями, конечно, будет контроль. Да, но вот он проявляется немножко, ну, тотальный какой-то контроль. А потому что вы живете 23 года с родителями? Только в этом проблема. Ну, вы попробуйте пожить один, и вы поймете, что контроля не будет, чисто физически будет невозможно. Дело в том, что даже когда я пытаюсь, ну, то есть, хотел устроиться какой-то на работу или как-то проявить свою независимость, вы скажете, свою независимость, и ее пресекали. А в том плане, что... А вы что, учитесь, работаете? Я уже закончил и работаю, но у меня куча свободного времени. Арсен, абсолютно в ваших руках ваше счастье. Никто вас не может контролировать, если вы найдете себе работу, сможете себе снять квартиру за эти деньги и жить спокойно. Тут придется свободу себе, что называется, выбивать. Но не надо сваливать на родителей, они пользуются тем, что вы сами им предоставляете, живя с ними. Я возвращаюсь к Кате, у нас очень мало времени остается. Катя, была у меня одна пациентка много лет назад, у нее была такая же проблема. Она приходила в магазин, выбирала платье, иногда часами выбирала платье, иногда она их покупала, приносила домой, потом возвращалась обратно в магазин и сдавала его. Она постоянно собирала вокруг себя продавщицы, чтобы они ей посоветовали. Я ей сказал, придите в магазин, первое, никому не обращайтесь, оденьте и смотрите на себя, если нравится, берите. Если взяли, оторвите этикетку и выкиньте чек, чтобы не было возможности вернуть платье обратно. Знаете, заработало таким смешным образом. Друзья мои, на сегодня все.